Дарья Судрева 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 Я просто просил предоставить мне обычную розетку и подзаряжался. Но если совсем безвыходные ситуации, то можно просто попросить попутные автомобили взять на трос. А чудо электромобиля в том, что когда он едет на тросе, так он еще сам себя заряжает. В регионе существуют зарядные станции, но, как правило, доступ к ним ограничен. В ноябре губернатор подписал дорожную карту, в которую входит строительство зарядных станций. Таким образом, через пять лет в области появится 24 быстрых зарядных станций, около 240 медленных. Сегодня для владельцев автомобили с электродвигателем утверждены льготы по транспортному налогу. Мы предлагаем обратиться в правительство Российской Федерации с предложением об отмене ввозных таможенных пошли на данные автомобили, что, конечно же, значительно позволит снизить стоимость электромобилей. Сегодня практически каждый крупный производитель автомобилей в мире либо выпускает электротранспорт, либо планирует включить линейку в ближайшие два года. В этом году крупное производство машин, заряжающихся от розетки, запустил «Фольксваген». Согласно статистике, к 2040 году более 30% всех автомобилей в мире будет на электрической тяге. Ринат Альгулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Ульяновский завод «Металлоконструкция» выкупил площади обанкротившегося механического завода номер 2 полтора года назад. За это время на новой площадке не только наладил производство, но и создали собственное ноу-хау для российского рынка. Подробности у Ринаты Алиуловой. Не хуже импортных аналогов, а адаптированное под российские суровые условия. В цехе сборки и сварки завода «Металлоконструкция» разрабатывается первая отечественная своебойная машина для монтажа дорожных ограждений. Оборудование предназначено для забивания стоек дорожного ограждения, дорожных знаков и для монтажа солнечных панелей. До этого основными поставщиками машин являлись итальянцы, немцы и китайцы. Сооружать собственную своебойную самоходную установку начали в июне. Заслуга в разработке принадлежит замдиректору по развитию производства предприятия Роману Логинову. Вместе с работником он изучил рынок конкурентов и сделал принципиально новую машину как по качеству, так и по характеристикам. От импортного аналога она будет отличаться тем, что у нее будет гораздо меньше электроники, так как электроника, к сожалению, ломается достаточно быстро и обслуживать в наших условиях, в российских, особенно где ведут дорожные работы, не получается. Первое. Второе. Мы под нее специально заказали на Минском моторном заводе двигатель, который адаптирован под нашу всеядную солярку. В отечественной своебойной конструкции отличается межсервисный интервал. Не придется менять масло через 100 или 200 часов. Работать в один заход двигатель сможет не менее 1000 моточасов. Кроме того, своебойная машина российского производства дешевле на 25%, в то время как цена импортного аналога достигает 7 миллионов рублей. Сейчас установка проходит последние доработки. Испытывать первый образец планируют в начале следующего года на Волжском мосту. В дальнейшем мы будем увеличивать модельный ряд. То есть это будет не только забивальная машина, это будет и бурильная оборудование и так далее. И оно пойдет не только для дорожной отрасли, но также и для газо-нефтяного сектора. В планах выпускать порядка 20 своебойных машин для монтажа дорожных ограждений в год. Новую продукцию планируют поставлять и за рубеж. У нас же есть и российская филиальная сеть, это 12 филиалов, и есть зарубежная сеть из 13 филиалов. Это дает нам большие возможности по сбыту. Соответственно, мы просто добавляем новые продукты и также в этих сетях реализуем. Завод входит в число крупнейших предприятий Ульяновской области. В 2015 году завод внесен Минпромторгом Российской Федерации в перечень предприятий, влияющих на экономику страны. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Представители муниципалитета всей страны встретились для обмена лучшими практиками. Съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований состоялся в Москве и собрал свыше 600 человек. Среди них делегации от всех регионов в составе представителей главсубъектов, руководителей Советов муниципальных образований. С основными докладами на пленарном заседании выступили заместитель председателя правительства Виталий Мутко и президент Конгресса Виктор Кидяев. Важным мероприятием программы съезда стало подведение итогов и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Лучших социальных работников наградили. В Бульяновском драматическом театре состоялось мероприятие для тружеников соцзащиты и людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о церемонии в материале нашего корреспондента. Труд социального работникам оценили. В драматическом театре состоялась церемония награждения. В Большом зале собрались и специалисты, и их подопечные. 600 ульяновцев с ограниченными возможностями здоровья посетили это мероприятие. Ко всем присутствующим обратилась зампред правительства Ольга Касимова. Особые слова благодарности прозвучали в адрес спортсменов-паралимпийцев. Паралимпийцы России и нашего региона доказали всему миру, что они великолепные спортсмены. В подтверждение этому ставим многочисленные победы, курки и золотые медали, привезенные с разных уголков земного шара. Лучших социальных работников наградили грамотами губернатора Ульяновской области. Воспитатель и педагог Наталья Деревянкина 8 лет работает в Центре реабилитации восхождения. Наталья Васильевна – автор одного из уникальных проектов. Она вместе со своими воспитанниками изготавливает книги для слабовидящих детей. Воспитатель призналась – она с детства мечтала помогать ребятам с непростой судьбой. Мне нравится работать, во-первых, с детьми. И я в свое время, когда была очень маленькая, мне было очень жалко вот таких ребятишек, у которых не было семей полных, да, которые ограничены в каких-то своих возможностях, которые дети, которые находятся в социально опасных семьях. Мне их было очень жалко. И мне вот родилась такая идея, что я буду работать учителем, может быть, даже не воспитывать, а работать с такими ребятками, учить их творчеству. Мероприятие состояло не только из официальной части. Перед церемонией гости снимались в фото будки и декоративной зоне. А поздних ожидал спектакль по пьесе Островского. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Многие ульяновцы уже заметили, что на некоторых домах по улице Гончарова появились яркие информационные таблицы с QR-кодами и пилоны на бульваре. Это новый проект Ульянской городской администрации телеканала Уллправды ТВ. Что это такое, вы сможете узнать, посмотрев наш сюжет. Накануне Нового года совместно с администрацией города Ульяновска мы запустили новый проект. Теперь, подойдя к информационной таблице, которая находится на историческом объекте, наведя смартфонный QR-код, вы выйдете на сайт ulpravda.ru и узнаете больше об этом здании. Проект является продолжением телевизионного проекта Уллправды ТВ на семи ветрах. Напомним, в рамках этих пеших прогулок по городу Ульяновску мы рассказываем об архитектурных шедеврах, памятниках, интересных зданиях, построенных в советское время, людях, которые там жили и творили. Мы знакомим с богатой историей города. Теперь на исторических объектах, о которых речь шла в передаче, появились информационные таблицы с QR-кодами. Также на бульваре напротив театра кукол появились пилоны от издательского дома Ульяновская правда, тоже знакомящие с историей города. Конечно, у нас бы не получилось реализовать проект без поддержки и помощи администрации города Ульяновска. Установка табличек на улице Гончарова – это только первый этап. В 2020 году мы будем продолжать реализацию данного проекта и планируем установить таблички на зданиях, значимых с точки зрения истории, культуры и туризма. Это положительно отразится на туристическом потенциале и позволит жителям и гостям города знакомиться с историей Симбирска-Ульяновска в режиме онлайн. Издательский дом «Ульяновская правда» выражает огромную благодарность администрации города, лично главе города Сергею Сергеевичу Панчину и управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Жители Ульяновской области приглашают на первую зимнюю сельскохозяйственную ярмарку. Торговля состоится 7 декабря в Ленинском районе на улице Минаева. Традиционно свою продукцию горожанам представят сельхозпредприятия, крестьянские хозяйства, потреб кооперации, предприниматели из всех районов Ульяновской области. К 150-летию выдающегося политика 20 века создателя СССР Владимира Ильича Ленина в Ленинском мемориале открылся выставочный проект «Ленин от первого лица». Первой его частью стала выставка «Ленин, а лично», которая представлена в галерее Большого зала. Ирина Антонова побывала на открытии. В Ленинском мемориале открылся новый выставочный проект, посвященный вождю мирового пролетариата. Свыше 200 экспонатов первой части выставочного проекта «Ленин от первого лица», среди которых много подлинных предметов, помогут отсечь выдумки и подтвердить слухи о вожде мирового пролетариата. Мы понимаем, что есть две линии, четко выраженные. Они идеологически очень противоречивые. И задача музея, прежде всего, это история. История, в которой рассказывается правда. И вот маятник, который качается то в одну, то в другую сторону, задача его точку соприкосновения сделать. И это, конечно, необходимо делать в главном музее, поскольку и музей 50 лет назад, он был посвящен личности Ленина. И личность Ленина остается главной фигурой нашего города, нашего музея, музея-мемориала. На выставке вы узнаете многое о взаимоотношениях Владимира Ильича с женщинами, его друзьях, увлечениях и о том, чем он болел в последние годы и как боролся с болезнью. Почему наш проект называется «Ленин от первого лица»? Мы постарались предоставить слово самому Владимиру Ильичу. Кроме экспонатов, представленных на выставке, здесь выставку сопровождают высказывания Ленина, цитаты из писем, его собственные слова, сказанные во время речей, касающиеся непосредственно его личной жизни, ну, как, например, о его воспоминаниях о том, как он занимался адвокатской деятельностью в Сибири, в Шушенском. Выставка о личной жизни Владимира Ильича будет представлена в Ленинском до 15 января 2020 года, после чего сменится вторая частью проекта – «Сложность внутренней жизни». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. 5 декабря в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, местами возможен снег. Температура воздуха днем составит 3 градуса со знаком минус. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале уллправда.ру 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова